В холле органного зала педагоги готовят выставку. Все работы выполнены участниками фестиваля «Хрустальный петушок» ребятами с особенностями здоровья. Кто-то нарисовал картину, другие изготовили панно, третьи слепили из пластилина целый город сказочных героев. Они готовятся целый год и ждут этого праздника. Наши специалисты проводят с ними мастер-класс, предлагают какую-то новую технику. И дети охотно занимаются, и в итоге мы видим работу здесь на выставке. А в зале артисты приступили к репетиции программы фестиваля. К субботе нужно успеть подготовить декорации и еще раз отрепетировать романтическую историю. Так ее называет режиссер спектакля Роман Соколовский. Это будет воздушная история, рассказанная ангелами. На сцене будут песни, танцы, театр теней и театр кукол-марионеток. И еще игры, викторины и много сюрпризов. Воздушная история – это рассказ о том, что мечты обязательно сбываются, несмотря ни на что. А фестиваль «Хрустальный петушок» уже осуществил мечты сотен детей с ограниченными возможностями. Мечты – заниматься творчеством, петь, танцевать, читать стихи, рисовать, быть как все и стоять на большой сцене. Эти дети, они на самом деле особенные, потому что они более как-то чутко, более трепетно относятся к тому, что они делают. Они потрясающие и с ними очень интересно, приятно работать всегда. Но я думаю, что они умеют удивлять. Они умеют удивлять на самом деле. И неожиданные вещи происходят на фестивале, которые даже мы не репетируем, невозможно отрепетировать. Галоконцерт пятого юбилейного фестиваля «Хрустальный петушок» пройдет в субботу. На сцену выйдут победители районных этапов конкурса. Лучшие получат призы и подарки. А по завершении праздника в небо над органным залом взмоет большой воздушный шар, как символ сбывшихся надежд. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Борис Осин, телекомпания ФКТ.